Вы посмотрели два моих фильма. Самый первый, это последний выставленный, где я проголодал 40 суток. И предыдущий, это уже после этого я голодал 7 суток насухо и 8 суток дальше продолжил обычное голодание. И я хочу вам дать некоторые пояснения по поводу того, что происходит на видео. Процесс исцеления, то есть ранее испорченного организма и возвращение его в первоначальное целое, неиспорченное болезнью. Имеет свои особенности, свои стадии. И для того, чтобы человек излечился, восстановился полностью, должны пройти в организме соответствующие изменения. Я уж не буду говорить о том, как болезнь входит в организм, а что вы видите на видео. Но в первую очередь я много показываю то, что с меня выходит. Некоторые считают, что это выходит в фекалии. И этим сам фильм отталкивает. Должен вам сказать, что содержимое, которое находится в толстом кишечнике, на голоде, особенно при клизмении, оно уже выходит на первые 7 дней. То есть за первые 7 дней наш толстый кишечник становится чистым. То есть там уже, то что касается именно отходов от пищи, вот этих вот, что мы подразумеваем, под фекалиями нет. А что же там тогда скапливается? Так вот, вот это вот как раз и важно понимать, а что же там скапливается. В первую очередь идёт, это, собираются буквально такие шлаки со всего организма. Печень их фильтрует, отбирает и через жёлчный пузырь сбрасывает толстый кишечник. И получается, что вот практически каждый день отходит, ну, у кого как, как вы видели у меня, довольно-таки много различного содержимого. То есть это то содержимое, те именно шлаки, те вещества, которые были во мне, которые были чужеродны. Они, значит, скапливаются, каждая клеточка выбрасывает, кровь их приносит к печени, печень их фильтрует и через жёлчные протоки сбрасывает вместе с жёлчью, сбрасывает толстый кишечник. Потом, когда делаешь клизму, вот это всё выходит и мы видим, соответственно, вот какую-то такую мутную жижу. Это есть вот те шлаки, которые в нас имеются, которые мешают нам жить. Как только они отойдут и не будут мешать жизненным процессам, организм почувствует себя намного лучше. Сам процесс вот этого сбора этих шлаков, отхода, он тоже имеет свои стадии. День голодаешь, два голодаешь, три голодаешь, организм только начинает входить. И для того, чтобы активно заработал организм по выводу шлаков, нужно время. И это, как правило, происходит за неделю мы только входим в этот режим, а дальше уже активно начинает работать по расшлаковке организма. Это где-то уже со второй недели примерно всё этот механизм включается мощно в работу. И дальше он погнал, где-то будет ещё недели две-три, он у вас вовсю будет работать, с вас будут сыпаться эти шлаки и так далее. То есть, чтобы вы понимали, что с вас выходит и что я пытался показать тем, что вот это снимал унитаз, вот это снимал жижу и так далее. Это одно. Другое, там есть такие шлаки, вернее даже не похожие на шлаки, а отходит слизь, отходит нечто чужеродное организму. То есть, там идёт процесс разрушения, ну допустим, полипов, какой-то там опухоли, которая имелась там в толстом кишечнике, вообще там в организме. Она разрушается и отходит. И вот эти вот такие вот похожие на водоросли такие образования, которые опять-таки с клизмом выходили, где больше, где меньше. Это говорит о том, что отошла патология, живая патология, которая раньше была паразитом в нашем организме. Опять-таки, для того, чтобы эта патология, то есть опухоль там в толстом кишечнике, ещё где-то, ещё где-то разрушилась, необходимо время, необходимо создать в организме определённые условия. Это здесь будет изменение внутренней среды организма. И, будем говорить, другие интересные такие процессы, как уплотнение наших тонких тел, которые становятся жёстче, мощнее. И начинают, будем говорить, вот как бы сказать, как буквально отрезать всё лишнее, чего нету в чертежах эфирного тела. Физическое тело строится по эфирному, и всего, что нету в эфирном теле, всё это лишнее отрезается. Вот. Так вот, для того, чтобы создались условия, и начался отход какой-то опухоли, сначала она должна, ну, будем говорить, её надо уничтожить. Далее она начинает разрушаться, и потом только она начинает отходить. Естественно, всё это опять-таки сбрасывается в основном вот через, ну, допустим, если где-то она в организме есть, это идёт, значит, выброс в кровь, дальше с крови опять-таки в печень, и из печени вместе с желчью сбрасывается уже, значит, в пищеварительный тракт, толстый кишечник. Делаем пизму и видим, что с нас выходят какие-то бурые водоросли. Так вот, это бурые водоросли, это не что иное, как разрушение вот этих вот образований, которые у нас в организме возникли. То есть, это своего рода паразиты, можно их назвать опухолями, можно назвать паразитами. Вот. Наличие их со временем приводит к онкологии или ещё к чему-то, ещё к чему-то. Так вот, процесс, Бог говорит, создания условий, при которых начинаются отмирать и разрушаться опухоли, он тоже не короткий. Требуются недели, недели для того, чтобы это произошло. Как правило, я голодал, значит, 40 суток, и вы видели, что даже именно 40-е там сутки, то есть, после 30-ти, у меня много отходило разного рода вещей. Так вот, столько, много времени, как правило, за 2 недели ничего не случится. Надо пройти, как правило, 3 недели для того, чтобы создались в организме условия, которые начнут разрушать вот всё лишнее, вредно, что есть в нашем организме. Вот это я пытался показать тем, что вот эти вот бурые вот эти вот вещи, слезеподобные, которые отходили, это не фекалия. Они на фекалии абсолютно не похожи, это совершенно иное. И в этом надо ориентироваться. Как правило, голодали такие большие сроки, единицы, и никто об этом не рассказывал. И вы просто-напросто не знаете, думаете, что всё, как вот обычно у человека происходит в течение жизни. Нет, на голоде, другие идут процессы, и важно понимать, ориентироваться в них. Вот что я ещё хотел показать вот этими натуралистическими съёмками в своём фильме. То есть и в целом, и в целом, там как раз захвачен и выход в 40-дневном голодании, и в целом вы видели, что организм, ну буквально-таки действительно, как бы сказать, работает над собой, он буквально-таки пожирает себя. То есть, как мощное образование организма, он пытается и уничтожает разного рода там образования, которые возникли, ну как бы сказать, когда человек обильно там ест, он кормит и себя там, допустим, и какой-то там паразита, опухоль и так далее. Так вот, когда на голоде, организм кормит только себя, и он уже не даёт пищи там различным, допустим, этим новообразованием или ещё чего-то, он начинает сам их есть. Вот это тоже очень важно. Я хотел бы подчеркнуть, почему это происходит, почему идут выбросы всего этого. Вот и смотря вот этот вот фильм, смотря вот этот фильм, у меня уже давно сложилось, естественно, своё мнение, видение. То есть, голодание, как ничто другое, позволяет показать процесс исцеления во всей полноте. Вы видите, что происходит с вашим организмом, как он борется, как он активируется, что в это время происходит. То есть, повторяю, идут вот эти вот этапы, значит, это вход в голод, когда он настраивается, когда вам хочется кушать. Потом вроде-то вы прошли суток через трое-четверо, ага, вошли, всё вроде бы нормально пошло. Значит, дальше начинают разыгрываться иные процессы. Организм начинает перестраиваться, перестраивает всю свою систему питания. Питание уходит из желудочно-кишечного тракта. Куда? Оно выходит в клетки. Каждая клеточка начинает питаться, будем говорить, из того, что там имеется, что подносит лимфа, что и есть лишнего, что можно съесть в конце концов. Вот это вот идёт, значит, процесс. Далее, значит, всё, что можно съесть, что можно съесть, знаете, как бы сказать, вот такое первое хорошее, так сказать, в организме, ну, грубо говоря, продукты хорошие, которые у нас имелись, мы съели. Дальше надо что-то дальше есть. Мы-то живём. И каждая клеточка, она начинает уже совсем по-другому ещё работать. То есть, вот эти акцентические кризисы говорят о том, что вы переходите на совершенно новый этап. Дальше вы начинаете, как растение, усваивать азот из воздуха. Всё, значит, расщеплять лишнее и вредное, ненужное, старое, которое отжило уже всё. Организму надо жить. Поэтому он всё это съедает. Вот этот процесс идёт вот так вот. Далее, естественно, то, что съедено, мы вообще-то, вообще-то не голодаем. Клеточки, наши клетки в организме не голодают. Они постоянно едят. Только если сначала, когда мы едим, они потребляют ту пищу, которая через кровь и лимфу доставляется в межтканевую жидкость, вот этот субстрат, они его, как бы сказать, пьют, едят. И туда же всё это выбрасывают, потом всё это пошло по другой цепочке. То на голоде, на голоде этого нет. Но они едят по-прежнему. Они переходят из одной стадии в другую. И в конце концов, они начинают жить, как растительные клетки, употребляя азот из воздуха. Почему? Вначале резко мы там сбрасываем много веса на голоде. А дальше всё это стопорится. Мы становимся в одной, как бы, паре. И медленно, медленно начинаем таять, вот это вот употребляя. Если наш организм постоянно питается, каждая клеточка, значит, из всё новых и новых источников, значит, она и выбрасывает вот эти, все эти, значит, шлаки. То есть, идёт постоянно, и, значит, вот этот вот отход шлаков. Далее, что я хотел особенно подчеркнуть. А в организме при наличии каких-то там опухолей, затвердений, там, ещё каких-то там отложений, там, отложения там могут быть и в жёлчном пузыре, и в почках, и в мочевом пузыре, и в жёлчном пузыре каких-то отложений, да. Идут процессы рассасывания. Это тоже очень интересно. Интересно. Значит, создаются условия, которые способствуют этому. И для того, чтобы эти условия создались, организм, знаете, расслабляется. Он расслабляется, чтобы вот и меньше тратить энергии. И даже, даже, может подниматься температура в некоторых случаях и поднимается. Для чего? Для того, чтобы пережечь вот эту всю вредную микрофлору. Для того, чтобы быстрее растопить капсулу, которые вокруг, там, допустим, каких-то там опухолей, образований, всего вредного, что организм просто огородил, и всё. Всё это рассасывается, выходит. Различные, допустим, открываются гнойники. Мы не знаем, сколько у нас гнойников, огромное количество гноя у нас тут. Просто-напросто законсервировано. Оно тоже будет отходить. Понимаете? Для того, чтобы отходило, когда, если, особенно его много, был там какой-то там процесс болезнетворный, вроде как всё прошло, но он-то остался. Он будет рассасываться. А для того, чтобы рассасывалась, нужна температура, которая будет подниматься. К этому тоже надо быть готовым. Естественно, сознание будет метаться туда-сюда, там. Просто-напросто уже вам надоест голодать в предлительных сроках. В голову лезут совершенно различные мысли. Да зачем ты это делаешь? Да зачем ты это надо? Всё уже сделано. Всё уже хорошо. Но ты-то понимаешь, что не всё хорошо. Надо ещё, как бы сказать, протерпеть добровольно. Добровольно поболеть для своего здоровья. Надо потерпеть и как бы поболеть. Для того, чтобы это всё вышло мягко, на голоде. Все наши, как бы сказать, грехи, которые мы с вами накопили, не только умственные, а вот эти вот, все эти переедания, чревоугодия и прочее, прочее. Это всё осталось в нашем теле. Для того, чтобы вот это вот вышло, нужен определённый процесс, нужно время, нужно терпение, нужно понимание. И нужно смотреть и помогать своему организму, что происходит. И самое лучшее, самое лучшее, это вы делаете клизмы и смотрите, что с вас выходит. Если вы этого не делаете, не делайте. Допустим, вот я не делал бы клизму, ну как там советуют, допустим, там Польбрех и другие. Вот смотрите, что получалось бы. Если вы, допустим, ещё на неделе, ну на двух максимумах неделях, можно там без клизм обойтись, что будет? Значит, всё, что у нас должно выйти нормально через желудочно-кишечный тракт, если оно не выводится с помощью клизмения, то оно всасывается опять, поступает в кровь, подходит к лёгким и носоглотке и выходит через верхние пути. А это уже гораздо больше нагрузка на наш организм. Это двойная нагрузка на наш организм. И тогда, естественно, тут поднимается и температура, потому что, особенно когда я насухо голодал, да, там поднимается температура, там уже, ну как бы сказать, там терпеть надо намного больше, вот этот весь процесс и понимать, что идёт переживание шлака, вот эта температура и всё это. И, естественно, всё это выходит через лёгкие, через язык, через носоглотку. Язык у нас грязный. Опять-таки по языку судят белые, отходят слизистые шлаки. Значит, густой белый, ну, большие слизи отходят. Дальше и начинают отходить там жёлчные шлаки. То есть, язык покрывается жёлтым таким налётом. Это жёлчные шлаки отходят. Потом жёлчные шлаки, значит, отошлись серые. Вот это серые белестые шлаки. Вот потом отходят долго-долго-долго. Что это? Это отходит слизь, которая имелась в каждой клеточке. То есть, в каждой клеточке имеются, как бы сказать, простым языком свои закуточки, в которых, как бы сказать, мусорочек собирается, и он, вроде бы, не мешает. Но, тем не менее, он начинает с возрастом это всё делать. И как только человек начинает голодать, вот этот мусорок тоже используется. Он выходит, и он долго-долго клетки очищается. Что я хотел бы сказать. Вот после 40-суточного голода, примерно месяцев 9, от моего тела не было никакого запаха. То есть, он стал абсолютно, говорит, кристально чистым. Он, знаете, как губка, набирался потихонечку. Ну, потом набрался, естественно, как от любого человека появляется запах. Но когда вот человек голодает вот столько, то он очищается на уровне клетки. Можно очиститься на уровне кишечника, на уровне органов. Но очень трудно очиститься на клеточном уровне. Чтобы это произошло, необходимо время. Не неделя, не две, не три. Много-много. Это, как правило, вот такие вот сроки. Вот что я хотел вам сказать по поводу голодания. Почему я, значит, снял вот эти все, отталкивающие эти видео. Да, вы, мне было самому интересно, ну, не знаю, вам понравится, не понравится, но если вы будете голодать, вы с этим столкнетесь. С тем, что с вас будут выходить. Что это выходит? Когда это выходит? И как от этого избавиться? Вот об этом ни одна книжка не рассказывает, кроме моих. Я об этом не читал. Далее, выход. Выход тоже очень важный. Зачем я делаю вот эти вот свечи? Потому что и на голоде, и особенно после голода, организм сохнет. И вы просто-напросто раз-два сходил, а потом не можете сходить в туалет, потому что у вас возникает запор на почве, высыхание в прямой кишке. Для того, чтобы этого не было, надо ее смягчить. То есть, вот масло. И тогда она заработает. То есть, в этом фильме я не хотел показать чего-то там лишнего, а тем более отталкивающее. Это все нужно человеку, который будет голодать большой срок. Он с этим столкнется. И чтобы он понимал, что к чему, вот это вот видео. Если оно вам не нравится, ну, можете просто-напросто его не смотреть. Если вы считаете, что можно сделать как-то там лучше или еще что-то, ну, просто-напросто там, создайте там свое видео, разъясните, покажите. Я, к сожалению, вот имея такой опыт, изложил это так. Некоторые могут иметь свой опыт, пожалуйста, ничего там не это. Но отнеситесь к тому, что показано, вот с точки зрения того, о чем я вам рассказал. Я там показывал, кстати, и гибкость, как гибкость растет. То есть идет расшлаковка не только, ну, будет на клеточном уровне мягких тканей. Идет расшлаковка соединительной ткани. Она становится более эластичной. Почему я садился там в закрытый лотос, вот так. Сейчас я такого не смогу сделать, я в обычный там лотос сяду. Ну, вот, вот, что я хотел бы вам сказать. Потому что я столкнулся с этим на практике. Ничего этого не было описано. Мне пришлось сделать массу различных ошибок на входе, на выходе, во время. Для того, чтобы понять этот процесс. И в конце концов, в конце концов, благоприятно проголодать такие большие сроки и добиться хорошего результата. И некоторые спрашивают, а почему я прекратил длительно голодать? Потому что я думал, что одним, допустим, большим голодом можно решить все свои проблемы. Оказывается, нет. Проблемы наши сидят в голове. Потому что мы проголодали. Да, набрали все это. Потом мы вышли из голода. И вновь те же пищевые привычки, пристрастия, черты характера и прочее. Нас ввергает то, что мы начинаем опять там есть, что-то там такое делать, лишнее. То есть решить. И мы нажимаем то же самое, что у нас было. Поэтому я понял, что гораздо важнее это научиться между голодом, вообще даже не затраивая голодание, так строить свой образ жизни, чтобы он как можно меньше вызывал каких-то повреждений в моем организме. Вот на этом я заостылся и более-менее мне это удалось. Потому что я знаю, на своем опять-таки опыте, я провел ряд голоданий, пока до меня это дошло. А потом я думал, да, можно так вот кушать, можно так вот это. И все сходило на нет. А вот если вы отголодали и потом правильно питаетесь, правильно ведете здоровый образ жизни, вы закрепляете результаты и совсем по-другому себя чувствуете. И те, знаете, что я еще хотел бы сказать. Вот болезни, вернее грех, который мы совершили в течение жизни. Ну кого-то там, допустим, обманули, там не по злобе, там что-то там сделали неблаговидное. Ну естественно там передали, там еще там грешили и так далее. Что-то такое. Все это, все это, за это надо ответить. И если человек, знаете, не понимает, что надо ответить, и как это можно вывести со своего организма, а продолжает это делать, то неожиданно возникает та или иная болезнь. Ну он-то ее наел, напил, надумал, там, нагрешил и так далее. Вот, и думает, вот какое-то наказание, и он должен страданиями это все, ну, будем говорить, отработать. И если он еще поймет, что в следующий раз грешить-то не надо вот так, чтобы этого не было. Там ни простуд, ни какие-то еще заболевания, суставы, там, сердца, сосуды и еще будет такое. Это хорошо. И если не поймете, значит, опять наживет. Так вот, что я хочу сказать. И если человек понимает, что он там наделал по своему незнанию в течение жизни много-много всего, то еще Иисус Христос сказал, один день голодания приравнивается к примерно одному воду стирания грехового. Понимаете? Вот так было сказано. То есть, когда человек начинает голодать, он себя вставит в такие условия, в которых за счет его терпения, за счет внутреннего действительно какого-то страдания, вот эта вся эта патология, болезни, грехи, они мягко-мягко из вас выходят, не причиная никаких вещей таких серьезных по жизни. То есть, ни каких-то болезней, ни каких-то по судьбе, там, таких вот, ну, случаев, там, несчастных и прочее, прочее. То есть, вот это еще большое значение имеет голод, с точки зрения вот этого. Я уж не говорю о том, что можно с помощью голода получить посвящение. Раньше его использовали для того, чтобы не столько исцеляться, а для того, чтобы получить посвящение. То есть, подключиться к тем или иным творческим силам. Ну, я немножечко увлекся, бывает такое. Но хотелось бы рассказать вам то полезное, нужное, важное, что обязательно пригодится тем, кто будет длительно голодать. Доброго вам здоровьица! Ну, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok